Все, 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 все на праздник! Масленицу встречаем, зиму провожаем, весну закликаем! Красочно и задорно начался в совхозе имени Ленина праздник Масленицы. Он состоялся 23 февраля, в День защитника Отечества. Так сопало по календарю. От этого еще радостнее проходило веселье. Даже мокрый снег, кажется, прибавлял задора. Всем пришедшим глава поселения Елена Добренкова пожелала хорошего настроения. От имени главы района Олега Хромова жителей поздравил его заместитель Сергей Куканов. Сегодня погода еще зимняя, но мы все понимаем, что завтра, послезавтра весна начнет с вами первыми лучами солнца приходить все ближе и ближе. Праздник Масленицы в совхозе состоялся на разгуляй. Организаторы его, администрация сельского поселения, Центр культуры, досуга и спорта, ЗАО совхоз имени Ленина, другие предприятия постарались сделать все, чтобы жителям в этот день было весело и интересно. Хочется от всей души поздравить всех с замечательными праздниками и с Днем защитников Отечества, с Днем настоящих мужчин и пожелать, чтобы наши мужчины никогда не брали в руки настоящее оружие, а только в мирное время делали нашу жизнь краше и интереснее. И мне хочется всех поздравить с Масленицей с началом весны, с началом хорошего настроения и пожелать всем только крепкого здоровья, благополучия и удачи. Масленица – любимый русский праздник и, конечно, не мог обойтись без песен народного хора совхоза имени Ленина. Мой калина, мой малина, бегающая пуза и буряя лябина. Коллектив живет, конечно же, такими праздничными выступлениями, народными праздниками. Мы очень с интересом готовились к этому празднику, учили песни народные, все с таким азартом, воодушевлением, стремились на репетиции. Кроме взрослых участников художественной самодеятельности Центра культуры, в праздники приняли участие и ребята из фольклорного ансамбля «Родничок», которые очень любят выступать на различных мероприятиях. В этом году в районе прошел первый районный открытый конкурс «Здравствуй, Масленица», на который приехали даже коллективы из других мест. Было очень интересно, увидели дуэт шикарный, которые заняли гран-при, поняли, на что мы можем равняться, к чему нам стремиться. Нам дали второе место, мы были очень рады и довольны. В общем, этот праздник «Масленица» у нас удался на славу. Организаторы праздника предусмотрели многие масленичные развлечения, и в том числе русскую народную забаву «Битва на бревне». Надо из трех раз выиграть два раза. Два раза выигрывает, значит, сильный. Но стараемся подобрать пары одинаковые, чтобы были. И даже приходили и взрослые, проверяли себя. Тоже очень интересно им. Какая же Масленица без блинов. Всем желающим достался этот вкусный атрибут народного гуляния. Спасибо большое администрации, что вообще устраивают такие праздники, что все счастливы. Все собираются вместе. Когда такое бывает? Очень редко, когда вместе собираются и улыбаются с хорошим настроением, друг друга поздравляют с таким праздником. Это же приятно. Можно поесть блины, поучаствовать в разных конкурсах и повеселиться. С Масленица всех поздравляю. Здоровья желаю всем. Не болеть, не стареть, не унывать, никого не забывать. И всего самого доброго. Традиционным сжиганием чучела Масленицы закончился праздник в соходе имени Ленина. Людмила Медведева, Данил Свидерский, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.